И сегодня у нас есть небольшой гость, и я хотел бы пригласить... Небольшой гость, да? Я хотел бы попросить сюда пастыря из Израиля, Сбатьям Нери Арабов. Мы познакомились буквально вчера с ним. Еще раз приветствую. И у него есть небольшое, короткое слово о том труде, который они проводят в Израиле. Я думаю, что нам будет интересно послушать. Шаббат шалом лакулам. Шаббат шалом. Я не русский. И русский не мой родной язык. Я приехал в Израиль в 90-м году из Самарканда. Мой родной язык таджитский. И меня звали там еще Нерия. Все были там Саша, Маша, Паша. Я был Нерие. И чувствовал себя как белой вороной. Но когда я приехал в Израиль, я понял, что мое имя значит «Светоч Божий». Но я далеко не был светом. Был вообще-то тьмой. Я был религиозным евреем, потому что мы соблюдали традиции еще там, в Средней Азии. Но когда я приехал в Израиль, мое как бы все состояние поменялось. Я стал посещать синагогу и стал понимать все эти молитвы, которые я читал. И Тору стал понимать. И я понимал, что что-то не хватает. И после израильской армии, там все идут в армию, солдатам дают какую-то сумму денег, чтобы они учились. Учились в университетах или в колледжах. А я эти деньги впустил в бизнес. Но мой бизнес благополучно прогорел. И я был в такой депрессии, познакомился с молодым человеком. Он не был евреем, русский. И читал все время эту книгу, все время читал Библию. И мне было интересно общаться с этим человеком. В то время, в 1994 году, еще был жив раби Минахим Шнерсон, который жил в Кёрнхайт, Нью-Йорк. И везде в Израиле были портреты этого раввина. И было написано, prepare your way for the coming of the Messiah. Приготовьте путь к Мессии. И я глубоко уважал этого человека, потому что он был весьма уважаемый среди всех израильтян. Но этот молодой человек, который читал Библию, он говорит, нет, это не есть Мессия. Потому что настоящий Машиах должен быть отвергнутым и ненавидимым еврейским народом. И я говорю, как это так? У евреев надежда, когда придет Машиах, мы будем в голове всех народов, а не хвосте. Как это так, что настоящий Машиах должен быть отвергнутым еврейским народом? Но, читая Библию и другие отрывки из Писания, я начал понимать, что настоящий Машиах – это Ешуа. Ешуа из Назарета. Но, вы знаете, мне было тяжело это принять, потому что мы жили в какое-то время с родителями в Семипалатинске, в Северном Казахстане. И я там был единственный бухарский еврей во всей своей школе. Я чувствовал себя очень плохо, потому что мое имя, мой цвет кожи отличался. И вдруг такой же страх у меня появился в Израиле, что я буду белой вороной среди своих родственников, потому что никто из моих ни близких, ни знакомых, ни друзей не веровал в Ешуа. Но я молил Бога, я говорил, если Ешуа настоящий Машиах, и он посланник от Бога, так пусть он мне сделает, чтобы я был принятым своими. Как написано в Евангелии от Иоанна, пришел к своим, его не приняли. Но тем, кто приняли его, он дал власть быть чадами Божьими. И я просил его, чтобы я стал его детем. И вы знаете, он исполнил эту просьбу мою. Через какое-то время приехал президент Chosen People Ministries из Америки в Израиль и пригласил меня учиться в Америку. А я говорю, как, я не говорю по-английски. А он говорит, ничего, ты выучил иврит, выучишь английский. И я приехал, и правда через год я начал понимать американские шутки, они очень плоские. То есть нашему советскому человеку не понять их. И я закончил там колледж в 2001 году и приехал в Израиль и стал служить, был помощником пастыря много лет. Моего пастыря звали Михаил Цин. И в 2011 году мы с женой начали свое служение, свое собрание в Батьяме. И слава Богу, нас Господь благословил. Вы знаете, Господь сделал кучу чудес в нашей жизни. И я с одним чудом поделюсь с вами. Будучи в Америке, я как бы почувствовал какой-то недок в себе. Проверился, и мне сказали, что у меня есть почечная недостаточность. Мои почки как бы потихоньку умирают. И правда, когда я вернулся в Израиль, женился, у нас родилось двое детей, и я оказался на диализе, то есть почки полностью умерли. Я молил Бога тогда, Господь, исцели меня, пожалуйста, ведь нет смысла, что вот я поехал в Америку, выучился, и сейчас наша община выросла до 300 человек. Неужели ты меня сейчас заберешь как бы домой? Хотя у меня не было с этим проблемой, но жалко было жену, маленьких детей. И вы знаете, одно мое письмо молитвенное пришло к одной женщине. Она живет в Мичигане, Монро, Мичиган. И она, ее зовут Синтия Барнетт, она молилась обо мне, и по ее словам Иисус посетил ее и сказал, я избрал тебя, поезжай в Израиль, дай свою почку на реку. Она говорит, как? У меня шестеро детей, у меня служение, муж пастырь. А Иисуа ей говорит, я тебе не заставляю, я тебе предлагаю, если ты не хочешь, не езжай. И она подумала, она говорит, правда, я уже два года бегаю, потеряла 15 килограмм лишнего веса, мое тело сейчас готово пожертвовать почку. Ей было тогда 49 лет. И она приехала в Израиль, мы сделали проверки, и оказалась у нас полная совместимость. И она дала свою почку. И через год после того момента, когда у меня была новая почка во мне, моя жена родила дочку, мы назвали ее Синди, в честь нашего донора. Но вы знаете, ничего вечного нет в этом мире, и эта почка благополучно умерла через 6 лет, в 2011 году. Я не жалею, я до сих пор как бы на диализе, и поэтому я в воскресенье улетаю, потому что мне нужно быть в больнице. Но я не жалею, понимаете, когда мы начали свое служение, мы принимаем очень много новых репатриантов в Израиле, и мы работаем с ними, да. И когда человек приезжает в новую страну, переживает этот культурный шок, у него столько много проблем, но когда они знакомятся с нашей семьей, а у нас семеро детей, и слышат, слышат мое свидетельство, они закрывают уста и говорят, ну да, слава Богу, что у нас есть здоровье, а все остальное приложится, да. И мы пытаемся быть благословением для других. У нас в собрании есть квартира, в которой мы принимаем как бы гостей или новых репатриантов, потому что наша цель быть благословением для других. Еще один маленький момент. Где-то лет 10 тому назад мы начали кухню столовую, бесплатную столовую, и принимали всяких беженцев, всяких, из африканцев, чтобы они не воровали, чтобы у них была еда, была одежда. И вот так вот мы продвигались. И вдруг одна женщина, она из Эритрии, приходила к нам с маленькими двумя девочками. У девочек были большие животы и маленькие ножки, то есть рахитики. И моя жена так их как бы пожалела, и в один вечер она пришла к ним в этот барак, и она увидела маленькое дитё, ей ещё тогда двух лет не было, она лежит на асфальте, там, где автобусы ходят. И эта квартира её настолько тронула, что она взяла эту девочку, её сестру четырёхлетнюю, и привела к нам домой. Она сказала, давай их накормим, позаботимся о них, ну, потом они вырастут и пойдут к маме. И вот так вот уже прошло семь лет, эти африканочки свободно разговаривают по-русски, точно так же, как и я и моя жена. И вы знаете, мы живём в очень религиозном районе, в Батьяме, и до этого момента религиозные люди плевали на нас, называли нутсрым, то есть христиане, это как бы неположительное слово. Но когда они увидели этих девочек, что они с нами, и мы заботимся о них, и они хорошо уже сейчас выглядят, поменялось их отношение к нам. Понимаете, просто мы жизнями нашими должны показывать любовь Христа. И я надеюсь, что это слово вас немножко ободрило, и мы приглашаем также вас к нам в Израиль, чтобы вы засвидетельствовали сами о тех чудесах, которые Бог продолжает творить среди нас. Шаббат шалом! Субтитры создавал DimaTorzok